Сегодня 26 марта день рождения писателя, поэта и драматурга Теннесси Уильямса. Он учился в университетах Миссури, Айовы и Вашингтонском университете в Сент-Луисе. Там же были впервые поставлены его одноактные пьесы. А победа на конкурсе молодых драматургов только упрочила его желание заняться исключительно литературным трудом. В 1934 году полупрофессиональная театральная труппа исполнила его цикл одноактных пьес. Сложные отношения юного писателя с действительностью, которые со временем усугубились и привели к глубоким депрессиям, а впоследствии и к психиатрическому лечебнице, и отражены в его пьесах, нервных, неровных, с явным отсутствием положительных или отрицательных героев. Сложный характер, изломанные судьбы, отсутствие однозначного суждения и отношения к своим героям — в этом весь характер писателя. Он сам неоднократно говорил, что всё, о чём он пишет, — это то, что он сам и пережил. В своих произведениях Вильямс часто упоминает писателей, которыми восхищался в ранние годы и которые так или иначе повлияли на его творчество. Это Шекспир, Фолтнер, Диггинсон, Чехов. Впоследствии к этому списку присоединился Химмигуэй и Джойс. Героям Киас Вильямса, наверное, и не надо понимать. Зачастую их и не поймут, потому что они выбиваются из общепринятых канонов. Им нужно, чтобы их просто любили, хотя бы некоторое время. В 1947 году при участии Марлона Брандо был поставлен трамвай желания. Пьеса закрепила положение Вильямса как одного из ведущих драматургов США и принесла ему международное признание. В пьесах определяется творческий почерк драматурга лирического склада, тонко владеющего приёмами психологического письма. Грубый, безобразный и безжалостный действительности Ульямс противопоставил идеал хрупкой, возвышенной, но обречённой на поражение красоты. В такой разработке конфликта отразилось неприятие авторам современной действительности. Общество не только ставит человека на грани щиты, порождает жестокость и насилие, но и убивает высшие стремления и идеалы. Наибольшие интересы из произведения рубежа 50-60-х годов представляют «Орфей спускается в ад» и «Ночь игуаны», где особенно удались драматургу образы людей, отстаивающих своё достоинство, человечность и духовную красоту. Для пьес того времени характерно мифологизирование действия посредством ассоциации с христианскими или античными мифами. Это усиливает выразительность образа. В конце 60-х годов мифологические мотивы почти полностью исчезают из пьес Фильмса. По форме они приближаются к его ранним произведениям. Исключение составляет пьеса «Крик» 1973 года, которая использует форму театра в театре. Вместе с тем во всех этих пьесах находят отражение многие уродливые стороны действительности. Расовый конфликт в царстве земном, отчуждение в пьесе, предупреждение малым кораблям, разгул насилия и жестокости, отражен в пьесе 1977 года «Старый квартал». Среди его последних пьес с теплотой и душевностью выделяется прекрасное воскресенье для пикника 1982 года. Проза Уильямса по тематике, образному строю и стилю близка к его драматургии. Ему принадлежат сборники новелл «Однорукие другие рассказы», «Трое игроков», «Летние игры», «Карамель», «Странствия рыцаря», «Восемь смертных дам в состоянии одержимости». Также повесть «Римская весна» Миссис Стоун и мемуара 1975 года. Как поэт Уильямс начал печататься в 40-е годы. Он автор двух поэтических сборников. Поэзию Уильямса тоже свойственны сочетания тонкого лиризма, романтической приподнятости с натуралистическими и болезненными мотивами. Теннесси Уильямс внес неоценимый вклад в развитие литературы 20-го века. Среди его многочисленных наград Пуллицеровская премия по литературе за лучшую драму.